Вот, мы начинаем наш концерт. Всем добрый вечер. И прежде чем мы начнем, хотим, как обычно, напомнить, что нужно выключить мобильные телефоны или хотя бы звук на мобильных телефонов. Вот. Наш концерт посвящен, ну не посвящен, в общем, является преддверием фестиваля «Одванчик золотой», который проходит каждую весну, и немножечко нам сейчас Леша расскажет про наш фестиваль. Вот так прям сразу? Я думаю, у меня будет время подумать. Что я могу рассказать про наш фестиваль? Он в этом году планирует состояться вот уже шестой раз. Проходит он, соответственно, один раз в год, как раз примерно в это время. В марте или в апреле, или в апреле и в марте. Кто его проводит? Ну, в первую очередь, у нас есть четыре человека, которые составляют только комитет фестиваля. Двоих из них вы сейчас видите на сцене. Это Оля и я. И еще двоих мы видим в первом ряду. Это Маша, которую мы сегодня увидим на сцене тоже. И Женя, которую мы видим в первом ряду. Кроме того, нам помогает многочисленное воинство добровольцев, которых и перечислять. Если начать, то можно закончить ко второму отделению. Поэтому я, наверное, поименно всех перечислять сейчас не буду. Но их, правда, много. И мы им за это сильно благодарны. В частности, например, мы благодарны этому месту за возможность сейчас здесь находиться и проводить концерт. Где мы его проводим? Мы его проводим в Москве. В районе... Отрадное. Отрадное, но только не Отрадное. Раньше мы его проводили в районе Отрадное, а теперь мы его проводим в каком-то другом районе. Я не помню, как он называется, но это недалеко от метро Алтуфьево. Это район Алтуфьево. Возможно, это район Алтуфьево. Это Биберево, наверное. А вот Андрей Панченко нам скажет. Доброе между. Между Биберево и Алтуфьево? Так район называется? Ничего места такого. Ну, давайте, вессора без спора. Мы его проводим в северо-восточном административном округе. Не помахнёйся. Маркера будут? Будут. Что он из себя представляет? Он из себя представляет небольшой комплекс мероприятий. Что, слишком сложно? Женя в первом ряду и Маша в первом ряду смеются. Значит, основное, что происходит у нас на фестивале, это творческие мастерские. И они у нас пройдут в апреле 9-го, 10-го числа. 8-го, 9-го числа. Как раз там, в северо-восточном административном округе. Их будут проводить прекрасные, замечательные наши друзья. В том числе, вот, Маша Гескина, которая сидит в первом ряду. В первом ряду больше никто из мастеров не сидит, а дальше я не вижу. Но, в общем, их там много людей, и многих из них мы увидим здесь сегодня. Это... Хотите сесть в первый ряд? Они не хотят. Так, ну вот, смысл не отзбили. Значит, творческие мастерские, да, и это дает возможность нашим участникам обрести творческий рост и пообщаться с своими старшими мудрыми товарищами. По несчастью. Вот. Помимо мастерских у нас проходят некоторые мастер-классы. В частности, мы видим в первом ряду автора вокального мастер-класса Марию Гескину. Вот. Что само по себе прекрасно. Ну, в общем, там тоже можно приобщиться к... К первому ряду. И к первому ряду, да. И по итогам этого всего, что длится два дня, формируется состав итогового концерта, который происходит 10 апреля здесь, на этом месте, вечером. Следите за новостями. Вот, собственно, и все коротко о фестивале. Все сказал? Отлично. У меня тут ничего не написано, я просто туда смотрю. Тут написано немного о фестивале. И Леха. Извини, где мы первого ряда не до конца раскрыли? Да, да, да. Потому что он не до конца заполнен. Что я могу сделать? Заполните, давайте. Ну, и о чем я никак не могу не сообщить, стоя здесь сейчас, это о том, что билет на сегодняшний концерт, если вы вдруг еще не купили, вы можете его приобрести в перерыве между первым и вторым отделением вон там, в кассе Гиприона. Стоит он 350 рублей. А если вы вдруг настолько чувствуете свою финансовую способность, что помимо покупки билета готовы помочь фестивалю еще, то у нас здесь есть для этого... Может, Женя, вот с первого ряда продемонстрировать? А то не всем видно. У нас здесь есть, да, вот шляпа для самых финансово способных людей нашего общества. Ну, а для тех, кто смотрит нашу трансляцию бесплатно, мы спешим напомнить, что у нас открыт онлайн-сбор в интернете средств, которые помогут провести фестиваль. Собственно, все реквизиты можно также в интернете на страничке фестиваля найти, и не только на страничке фестиваля. Мы всячески эту информацию старались распространять, чтобы никого она не миновала. Ну, а теперь я передаю слово Оле. Да, значит, тема нашего концерта сегодняшнего, как вы уже могли многие заметить на афише, это current mood. Все знают, что такое current mood? Это текущее настроение. Вот, то есть сегодня мы будем узнавать, какое у кого настроение, вот, и создавать это настроение все вместе. Вот, и первой, кого мы хотим позвать на эту сцену, это Маша Гескина с первого ряда. Вот, как вы уже поняли, Маша у нас мастер на все руки, потому что она и один из организаторов, и ведет мастер-класс, и ведет мастерскую. Вот, и сейчас я прочитаю про Машу небольшой стишок. А Маша спеть нам так умеет, чтобы развернуть страстей накал, а настроение у Маши – вокал. Вот, вокал. Как только вокал. Да, я обычную. Там много всего. Со словом вокал, вот много чего. А, ты расскажешь? Это синтезит. А, да, я как человек попавшийся, можно сказать, в собственную ловушку. Расскажу. Наверное, я сначала спою первую песню, которая… А потом вторую. А потом я расскажу про синтезию. И, собственно говоря, попробую как-то выкрыть, собственно. Вот, значит, по поводу «Каранг Муд». Настроение мое сегодня таково… Ну, это самое термалентное. В общем, я шла сюда, думала про дуванчик, думала про то, какая это классная возможность учиться друг у друга. И придумала, что я хочу сегодня спеть песенку, которую я научилась играть совсем недавно. Идеальный тайминг. Вот. Благодаря такому педагогическому тандему… Не тандему, как это сказать? Да, тандему, обмену, бартеру. В общем, я кого-то чему-то хорошему научила. Из-за этого меня научили даже не играть эту песенку, а научили, как суметь ее снять. Скажем так. Вот. Песня Веры Евушкина на стихи «Дарит Самойл». Мальчик строил лодку и построил лодку, Мальчик въехал в облако белое густое, А за первым облаком, облако второе, Облако пуховое, облако из снега. А за третьим облаком начиналось небо, Мальчик плыл неречкою, Мальчик плыл по Млечному, По небу проточному, В сторону восточную. Мальчик плыл по звездам, К месяцу тянулся, Покатался по небу, И домой вернулся. Синестезия. У нас, значит, сегодня всем участникам концерта Мы раздали какие-то странные штуки. Не всем. Окей. Второе отделение получит их позже, Чтобы у них не было преимуществ Перед участниками первого отделения. В общем, все это, в принципе, некие такие вот карточки. Не карточки, они все имеют разную форму, Разный цвет, разную фактуру. Идея такова, чтобы петь по ассоциации, Но по ассоциации максимально неконкретной. То есть вот пощупал карточку, И что-то у тебя возникла какая-то мысль. Назвали мы это синестезией от того, Что синестезия – это перенос информации Из одного органа чувств на другой. То есть когда говорят, Это тональность сиреневого цвета. Или там «Эти ноты пахнут ванилью». Ладно, ладно. Ладно. Неважно. В общем, да, я как бы вот сразу, Получив эту карточку, Я тут же попала в ловушку собственной зауми. Потому что сначала я не могла придумать ничего путного, Потом я решила абстрактировать этого цвета, Не петь ни про какую травку, И вот это вот все. И исключительно ее щупать. А потом я подумала о том, Что я тут сижу у камина, И возникло у меня вот такое ощущение, Сто лет эту песню не пела, на самом деле. Вероника Долина. Эта книга пропахла твоим табаком, И таким о тебе говорит языком. Не жалей ни о чем, дорогая, И не то, чтоб со мной был прежде знаком, И не то, чтоб у мною был прежде иском, Так и жалей. Не предполагая Этой книге, которая ростом свершок, Я потрогаю тонкий еще корешок. Не жалей ни о чем, дорогая, Прочитаю в твоем торопливом письме И простейшие числа слагаю в уме, Так и жалей. Не предполагая, Я могла б написать, Никого не виню, Сообразно характеру, Году и дню. Не виню, Ибо верю в удачу. Но споткнусь окорявую эту строку, И щекую прижмусь к твоему табаку, Не плачу, Не плачу, Не плачу. Эта книга пропахла твоим табаком, И таким о тебе говорит языком. Не жалей ни о чем, дорогая, Не то, чтоб со мной был прежде знаком, И не то, чтобы мной был прежде иском, Так и жалей не предполагая. Спасибо. Спасибо Маше Гескиной. Да, и пока она возвращается обратно в первый ряд, Я попытаюсь подгласить на сцену Следующего участника нашего концерта. Александр Спиридонов В прошлом году На нашем фестивале Проводил одно из Самых ответственных мероприятий Это знакомство Участников друг с другом. Сейчас я прочитаю Прогрозит тишок, Который писал мне я. Бояться и бежать? Сейчас я тебе скажу. Боюсь, бежать. А, да, еще Саша А он даже сказал, что не он писал. Читает. Геолог. Правильно? А Саша песен знает много, И много знает он камней, Но настроение для Саши важней. Александр Спиридонов Спасибо, Леш. Сюда же тоже можно дать. Отлично. Мне как раз самое оно. Да. Ну. С первым вариантом все было достаточно просто. Если говорить про какое-то текущее состояние, То у нас, скорее всего, Точнее всего, пожалуй, Отражается Песней Владимира Исааковича Лазберга. Начать бы все заново, Сразу, немедленно. Да вот неважное время Конец уходящего дня Фонарь на последнем вагоне Ни шагу назад, Что с того, Коль ни шагу вперед. Ни шагу назад, Что с того, Коль ни шагу вперед. Но надо же было Однажды к чему-то прийти, И ей подступил Беспощадную смешкой зубастую. Теперь ты попробуй запрячься, Держи, запрети. Дай Бог дотянуться, Так он ведь еще и не даст. Долго за поездом ветру Кружит шелуху Обрывки беспечно растраченных Весен и зим. И че с ним, что некому Выпалить, как на духу. И слава тебе, Господи, цел, И, кажись, не вредим. И слава тебе, Господи, цел, И, кажись, не вредим. А рельсы на запад, На запад, на запад огонь. И там под закатом Дни из того раскалены. А рельсы качают, Качают, качают вагон, Расплаживая перед поездом Новые сцены. И теми же рельсами Гонится степь по пятам, Толь череп местами в колосьях, Местами пляшив, Толь плоская до земля Неразменный пятак. И наоборот, На встречу Кто-то спешит. И наоборот, На встречу Кто-то спешит. Кто-то спешит. Что касается второй песни, То я был долгое время В большом замешательстве, Потому что выпало мне ровно Вот это вот. Я сначала решил, Что это просто Белого облака серая тень, Но потом мне подсказали. Да, спасибо. Это же, можно сказать, Классика. Зеленое небо. Валерий Мещук Леонид Сергеев Вадим Все время путаю, Кто из них По воде Непосоленой По речной Пароходик Оплывающей Свечной Как положена Труба Над нею дым Только дым Слегка Не движем А над ним Зеленое небо Красные облака А больше краски Не было У чудака Зеленое небо Красные облака А больше краски Не было У чудака На песочке Ненасладком С Галечкой Целовались мы Украдкой С Валечкой И зажмуривалась Робкая Луна И как прежде Освещала нам Она Зеленое небо Красные облака А больше краски Не было У чудака Зеленое небо Красные облака А больше краски Не было У чудака На листе Не на кленовом На пустом Кто-то видит Все, что сбудется Потом Кто-то видит Что прошло И не сбылось С кем-то С кем-то Вместе С кем-то Рядом С кем-то В росте Зеленое небо Красные облака А больше краски Не было У чудака Спасибо Спасибо, Саша Следующим мы приглашаем на эту сцену Полину Матькунову Полина самый уникальный человек на нашем фестивале Потому что она появилась на фестивале как участник Потом она стала стажером И вот теперь она уже мастер Полина автор песен и поэт У Поли все, что не увидит Мгновенно сложится в стихи А настроение у Полины Хи-хи Здравствуйте Буду знать, какое у меня теперь настроение Не теперь, а всегда Хорошо Вот пригород Вот ноябрь Качает его в ладонях Не тонет, плывет Не тонет Как лодка подводная Узады смешной вагон Бетловская субмарина Сквозь горина Грига Грина Сквозь прочий культурный гон Сквозь осень Твою мая ни разу не понимает Но радостно обнимает А это такой маяк Что можно в любую тьму И дальше Светлее и странше И ничего не страшно Вагончику моему Выдали мне вот такую штуку Поскольку я сегодня решила быть без гитары Я чуть-чуть Чуть-чуть Чуть более ограничена В выборе Того, что бы здесь делать Это свеженька Ух ты, ничего себе Вот такой интерпретации Мне в голову не пришло Я все-таки решила, что это звезда Вот И И одно из, наверное, самых-самых Вообще первых Моих стихотворений Вот такое Ты закружил меня в пестром водовороче времени Разноцветными кляксами роняя воспоминания А у меня все смешалось где-то в районе темени Закат, зеленая шапочка, знаки припинания Осенью немножко грустно Когда листья жухлые падают в нить А если падают листья, не успевшие пожелтеть То это даже обидно И раз уж заговорили об осени Давай вспомним про птиц Нет, я не вру, мне правда хотелось с ними улететь Просто завидно Вот представляешь Они поднимаются в небо Задевают облака спинами Видят звезды совсем рядом Знают, что звезды пахнут мандаринами А самое яркое — шоколадом И ты опять раскручиваешь меня, как волчок Раскручиваешь так быстро, что яркие точки Кажутся мне чьим-то лицом Впрочем, довольно обаятельным Я чувствую себя рыбой, пойманной на крючок Или даже, наверное, рыбой, поймавшись на крючок самостоятельно Вот ты шепчешь, не горбись Даже спину прямо Или, милая, ты уже совсем выросла Я узнаю и радуюсь Маму Я уже не знаю, что здесь правда, что вымысел А потом я слышу радостное стрекотание Так велосипедное колесо рассекает лужи Этот звук звонкий Но есть в нем что-то гортанное А ты все кружишь меня и кружишь Спасибо Полине Ой, пока я слушал стихи про Полину А потом еще стихи Полины То я думал, как хорошо, что про меня здесь не читают стихов Так, следующий участник нашего концерта Ведет на нашем фестивале Что-то такое Что Назвать мастерской вроде бы как неправильно Назвать мастер-классом тоже неправильно Но прообразом этого является Та самая творческая лаборатория зеркала Которую вместе с некоторыми другими людьми Как раз Коля Сбытов и придумал как концепцию Правильно я говорю? Да Ну и мы на фестивале тоже это мероприятие Которое мы проводим с Кольной помощью Называем зеркало скромно А теперь я прочитаю про Колю стишок О чем вы спели эту песню? Вам Коля Сбытов даст ответ А настроение у Коли Секрет Николай Сбытов АПЛОДИСМЕНТЫ Те, кто придумали это Сидят в первом ряду Самая прямая ассоциация Звучит так Администрация, картинная галерея Приносит на свои извинения Извинения посетителям Картина Болевича Черный Квадрат Месяц висела вверх ногами Так вот Да Тогда еще и цитата из недавней переписки Зверенная серьезность Это не наша метода Чудесно рухнуть на опушку Лицом дюфек щекой в подушку И нежной ленью омладеть Поверхом, а в совершенстве Чтобы в растительном блаженстве Как шмель на клейберах гудеть В раю не держат из вояний Он для купорей, для валяний И для других счастливых дел И неповальное жеманство Здравый дух раблезянства Здесь населеньем овладеет На лучший мир не уповая Гремит культура, смеховая Хамедианство, а негоду Геро танцует в балагане На барабане полка губани И потешает собой народ Благословенна передышка Когда хохочешь, как мартышка Над рогом смерти и судьбой Над женщиной, над мужчиной Поверка в вольность и бесчинной Осталась ли душа с тобой Когда смешной лезет в уши С тобой без смерти хлещет в души Как виноградное вино И в передышке все забыто Короткий век, в угрюмство быто И все трагичное, смешно Легко вернешься в муравейник Загреешь на плите копейник На ужин зелень пожуешь Равно простейшим и приматом Ты насладишься ароматом того Как глишься и живешь Благословенна передышка Когда хохочешь, как мартышка Над рогом смерти и судьбой Над женщиной и над мужчиной Поверка в вольность и бесчинной Осталась ли душа с тобой Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ало-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ало-ла-ла-ла-ла-ла-ла над вот этим камином повесили портрет того, о ком была лекция, и все наслаждались тем, как его поджариваются в лекции. Те, кто со мной знакомы, знают, что я скорее не артист, а если артист разговорного жанра, поэтому я стараюсь себя ограничивать. О настроении. Главное, чтобы я его не пинал рукой, как я пытался сделать до этого. Жизнь течет, жизнь меняется. Тех, кто об этом еще не слышал, могу обрадовать. У нас, у команды Штирлица намечается радостное событие. Миша написал очередной гигантский мюзикл. Он примерно в два раза больше Штирлица. Штирлица мы готовили почти полтора года, так что считайте сами. Но мы уже как бы все заряжены, и более того, настолько заряжены, что отвязаться от этого становится... Когда мне сказали, что надо что-то под настроение, я понял, что эту часть жизни не выкинешь. Поэтому все удачи относятся к Михаилу Капюстину, все неудачи относятся к моему исполнению. И тогда он читает надо мной, как Фортенбрас. Пускай четыре капитана возложат его на помост. Когда струя иссякнет фонтан, что напитала жизнь мою, Пускай мои четыре капитана на весло сядут и споют. Мотив простой потянется туманом, и в нем кроется земля. И я незваным пятым капитаном и сам устроюсь у руля. Рулить, рулить, куда не пожелаешь, моя мечта и мой кошмар. Изведать все от рая до пожарищ, от жестких нарт до женских чаш. На идеальный клад, а что-нибудь на вроде, Все размести в железный лоб. Себе оставить медный звон мелодий, До слова мелочь серебро. Себе оставить медный звон мелодий, До слова мелочь серебро. За звоном этим темною порою Я выходил, как на разбой, А был услышан небом, блядь, судьбою, Тогда, ну, может быть, с тобой. Да мы с тобой не Пушкин и не Гоголь, И право не о чем рыдать. Сам Бог ей как редко нравен Богу, А мы подавно никогда. Сам Бог ей так редко нравен Богу, А мы подавно никогда. А впрочем, друг, забудь, что я до ныне Успел тебе наговорить, Мы алчим Бога, будто он твердыня. А он натянутая нить, А он струя бегущая из жилы, Слуб искор, что вылетел из глаз. И если жизнь твоя тебе постыла, То Богу будет в самый раз. И если жизнь твоя тебе постыла, То Богу будет в самый раз. Когда струя иссякнет у фонтана, Что напитала жизнь мою, Пускай мои четыре капитана На весла сядут и споют. Паром отчалит к новому чертогу Застертый медный пятачок Не хитрой песней спеты, Нет ни Богу. Не хитрой песней спеты, Нет ни Богу. Кому-нибудь еще. Большое спасибо Коле Сбытову. Следующий участник, Который выйдет на эту сцену, Это Света Смирнова. Здесь следует сказать, Что на нашем итоговом концерте Единственное, что отличает одного из участников, Это приз зрительских симпатий. И вот Света как раз завоевала Приз зрительских симпатий в 2015 году. А помимо этого Света ювелир. Поэтому стишок про Свету такой. У Светы золотые руки, А голос просто серебро, А настроение частенько хитро. Еще хочу сказать, Что мы принимаем записки из зала Со стихами про Лешу. Спасибо. 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 Ну раз настроение хитро, То я буду дурачиться. Извините. Да. Спасибо. Как колышет, а милый мне не пишет, Не пишет, а не пишет в своей простоте. Быть может, о жизни нашей милая знает одно, Что море полное чаша, и каждый вечер кино. Откуда не знать далекой, что в тралле была дыра, И утром под чайчиколек, Отно сонно вползла хандра. Хандра висит на бантах, вцепилась в перо руля на горло, Вяжется бантом и мает злочайшим дискантом О том, как поликасно. Родная земля Тоскует по рыбьему брюху широкий рыбацкий нож, И почта ушла по слухам, на север вы не вернёшь. Лишкент всё чистит кого-то, Лишкент всё чистит кого-то, И сверху кричит, не дрейф, но тоже хандра измотан. Готов завалиться в бантырей, Порыву, как ветром задула. Рыбы В простой след на палубе Пляшут акулы, Скупы, сходят скупы, Ни плана, ни пая, Ни счастья в жизни нет. Гитары своей в каюту Старым друзей соберу, И в дым на парном уюте Будем лечить хандро. Крепким несладким чаем, Трубкой с табаком, Идут райны с кончаемым Северным дворком. А утром Старпом угодка, Всем брат рубит обрам, И траловая ребятка, Вытащит полный тарал, Навстречу ему за скрипом, В плеске стальных вошей, Хандра заскользнёт на сырьеву, И не всплывёт уже. Бумажка мне досталась, тоже очень серьёзная. Она ещё гатрированная. Ну и поскольку... В общем, сейчас. Лёша больше не будет меня записывать на концерт. Кто тебе сказал, что это я тебя записываю? Тигрёнок на полотенце Висит на трубе и сохнет Сиренево-полосатый На фоне на красно-белом. Спиной прижавшись к стенке, Он в зеркало грустно смотрит И видит, что он квадратный, Но он даже не помнит. Он видит, что он не дивный, А только ему по намя, И вешалки неляны, И зеркало не болото, И то, что шабунь на палке, Как минимум не съедобный, И льёт кипяток из крана. Задавыл и шипит, и зовёт кого-то, И кто-то приходит умыться, И им вытирает спину, Ах, если бы только спину, Тигрёнку жилось бы легче, А ночью ему не спится. С причиной и без причины Он думает о побеге, Хотел бы сбежать до ничьи. Лень на ковре на стенах, Тюлени на занавесках, На скатерте на емоте Живут, позабыв тревоги, Тигрёнок на полотенце Сочувствует лишь медведем На коврике перед входом, А в них хоть уравнули. Да, очень важно для исполнителя – это богатая мимика. Я всегда так считаю. Так, и тем временем, кто у нас следующий участник? А, да, я, кстати, ещё хотел сказать, что я с удовольствием Повешу авторов стихов про меня здесь, над камином. В смысле, я имел в виду их портреты. Но вы меня поняли. Нет. А ты уже написал, что ли? Не бойся. Мы благородные бандиты. Или как-то... Ты их не узнаешь. Стихов или авторов? Бандиты. Я думал, стихов. Благородные пираты. Пираты, точно. Так вот, Андрей Панченко, что характерно для него и не характерно для участников нашего фестиваля, в одном лице и автор песен на свои стихи, и автор песен на чужие стихи, и исполнители. Вот он уже здесь, а я ещё не прочитал там у него стишок. Так вот, значит... Нет, уж оставайся. А вот в 2013-м, да? В 2014-м году Андрей завоевал приз зрительских симпатий. Это тот приз, который Света Смирнова заливала... Годом позже. Годом позже, да. Так вот, Андрей, хоть с виду он и химик, В душе, конечно, музыкант. И настроение для Андрея — талант. Андрей Панченко. Нет, приходит. Есть она? Нет. Хорошо. А точно нет? Есть, по-моему. Есть, так мы слышим. А, ну да. Вот так. Нет? Ну да. А ну-ка, опять. А, понял? Да ладно. А, понял? Да? Да ладно. Попал. Нет, нет, нет. Я еще не на судан. Да. Просто так удобнее контролировать свои движения. Вот. Начать я хочу с ассоциации. У тебя мог что ли там запасить? Козыри. Вот такой ромбик. У меня мысли бывают сложные. Как их выразить? Поэтому... Как бы сразу. Владимир Лазберг. Надежда, я останусь цел. Не для меня земля сырая, А для меня твои тревоги И добрый мир твоих забуд. Давай-ка просто помолчи. Давай-ка просто помолчи. Всего нельзя предугадать заранее, Пока нежданный кром не грянет, Не торопясь азы пучи. Но если свет померкнет вдруг, И град пойдет, зазеленевший башней, Ты позабудь о грамоте вчерашней, А лучше оглянись вокруг. А лучше оглянись вокруг. А лучше что-нибудь забой. Ты знаешь сам, Пройти огонь и воду дано. Не всякому мозг с воду, Не каждый роте штурмовой, Клочок увидев голубой. Не торопись считать себя везучим, Еще греметь непроходимым тучем. Ты просто будь самим собой, Ты просто будь самим собой. И ничего нам не списать, Ни на судьбу, ни даже на погоду, Коль шребий нашему взводу Семеро-трока нам спасать. Беречь любовь весну арбат, Лечить сердца, и это ведь не ново, Что чудеса обыкновенным словом Творит наш странный медсанбат. Творит наш странный медсанбат. Беречь любовь весну арбат, Лечить сердца, и это ведь не ново, Что чудеса обыкновенным словом Творит наш странный медсанбат. Творит наш странный медсанбат. Творит наш странный медсанбат. У меня настроение меняется очень быстро. То есть оно может быть очень печальным, грустным, может быть какое-то одиночество. Вот сейчас Света попела пару песен, вроде как-то стало посветлее. Мне кажется, всем стало посветлее, да? Если только одну песню. Я как бы разрывался, но все-таки победила какая-то Светлая страна. Песня относительно новая. Для меня это некий трактат жизни, манифест жизни. Стихи Павла Когана «Вечер». Лёв, а можно чуть погромче? Монитор. Монитор. Нет, нет, хорошо. Весь город вечер высенил, И фонари разлучились. Чуть-чуть глаза зажмуришь, и стукнутся в зрачки. Я шёл, и мне казалось, что фонари те лучшие, И лучше всех смеются в прохожие очки. Я шёл, и мне казалось, что это очень здорово, Что это замечательно, что на дворе без сна. Я шёл, и бессознательно я ставил гордо голову. Я шёл, и был уверен, я очень твердо знал, Что жизнь — это солнце, что жить на свете стоит, Что в кровь ко мне залезла весенняя гроза, Что сердце не желает сидеть себе спокойно, Что у моей любимой хорошие глаза. Что я живу в стране, где весна зимою даже, Где люди, что умеют смеяться и любить. А я иду о небо, измазанное сажей, Со мной хохочет в гребезги и пробует запекнуть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Андрею Панченко. Следующий человек, который выйдет на сцену — это Женя Ландсберг. Женя Ландсберг — автор песен. У нас на фестивале Женя ведёт мастер-класс по ритмике. Её мастер-класс начинает воскресный день Таким светлым лучом озаряет наш фестиваль. Вот. И помимо этого Женя готовит замечательные обеды Для наших мастеров. И стишок про Женю такой. А Женя сочинит вам песню И приготовит вам борщей. А настроение у Жени — вообще. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот где я и где вот это, понимаете? Вроде бы все здесь пока. Я сразу же сначала сказала, что я не буду петь по цветочку. Это облако и прита. Здесь почти все. И притовое облако. Ну, мне очень повезло, у него есть рифленая сторона, это как-то что? О-о-о. Здесь почти. Давайте его расчет. Григорий Певзнер. Лист изначально чист. И неверной рукой, кто строку за строкой тянет. Край отделят поля. И за поле ступив, заглянуть за обрыв манит. Но каждый раз одно, у черты тормозишь, и кому-то грозишь пальцем. Тень на твоем листе. Он лист. Лист изначально чист. И за поле ступив, заглянуть за обрыв манит. Барабан по черным веткам первый дождь. ПЕСНЯ. 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 Тут написано, что он бессменный, превосходный звукорежиссер На многих фестивалях и слетах авторской песни Это действительно так Вот сейчас мы его увидим на сцене А я прочитаю про него стихи Слух Лёвы необыкновенный И Лёва наш хороший друг А настроение у Лёвы есть звук Лев Кузнецов Ой, а можно семиструнку? Ух ты, а что, есть? Нет Тебе тоже семиструнку? Нет Немного Нет Нет Все Что ж? И Не Чего? Скрипит посёлок дачный Обшивкой корабельной На соснах, как на бачтах Огни святого Эльма И если хочешь к звёздам Нам будет по пути И тебе ещё не поздно На паугу взойти Тебе ещё не поздно На паугу взойти Мой скарп к земле привязан К моих чернилах пальцы Но ты узнаешь сразу Межзвёздного скитальца К чему скитаться розно Обнимемся в пути И тебе ещё не поздно На паугу взойти Тебе ещё не поздно На паугу взойти Ну ладно, ну не плачь ты Ведь нам нельзя отдельно На соснах, как на мачтах Огни святого Эльма Согнём друг другу слёзы Незримые почти И тебе ещё не поздно На паугу взойти Тебе ещё не поздно На паугу взойти К вопросу об этом самом хитром слове Вот что досталось И, разумеется, кто-то должен был это сделать Песня совершенно не имеющая отношения К тому, что досталась С эпиграфом Из Юрия Висбора Когда кончается сезон удачи Песня Бирковского На стихе Сухарева Собаку с тобой одни И не для нас Свои огни Собаку мы с тобой одни И не для нас Свои огни Москва ненастная зажгла Москва пустая Москва пустая Где наши солнечные дни Где наши стаи Когда кончается сезон Сезон удачи Есть резон Всему на свете предпочесть Тебя собака Тебя собака И это общество по честь За честь, за благо Ты просто рядом полежи Сезон предательства и лжи открыт А нам и дела нет И лучший довод Оставить вырубленный свет И вырвать провод И вырвать провод И вырвать провод У телефона пасть нема Ни насти Ломятся в дома Но мы снесем с тобой Снесем Свой долг собачий Свой долг собачий Когда кончается сезон Сезон удачи Спасибо Спасибо большое Леве Кузнецову Лева завершил наше первое отделение Хочу напомнить вам Что если кто-то чувствует в себе особую щедрость В момент покупки билета Вы можете положить что-нибудь в эту шляпу Вот И мне все-таки прислали один стишок про Лешу Я бы все-таки не читала Когда у Леши настроение То выдыхает белый свет Но только чаще настроение Ну нет Перерыв 10 минут Скажи всем, что ты сама осочнила Что ты Ну что, дамы и господа Рассаживаемся и готовимся к прекрасному Правильно? Наверное, я о чем-нибудь должен пока поговорить О прекрасном О прекрасном Ну, наша шляпа — это прекрасно Я считаю Вот Купить билет — это тоже прекрасно Если вдруг вы еще не успели Даже не знаю, как сказать Сегодня Оля в этой роли на сцене Уж не в первый раз А настроение все уволит для вас Ольга Разина Вот здесь можно не сомневаться Что этот стишок сочинил Леша Только что Я спою вам всего одну песню Так получилось Это будет песня Сергея Никитина На стихи Давида Самадова Тут запах вымытых волос Благоуханье свежей кожи И поцелуй в глаза от слез соленые И в губы тоже И кучевые облака Курчавящиеся на чаще И спящая твоя рука И спящий лок И локом спящий Повремени Певец разлук Мы скоро Разойдемся Сами Не разлучай Уста с устами Не разнимай Сплетенных рук Не разнимай Сплетенных рук Не разлучай Не разлучай Уста с устами Мы скоро Разойдемся Сами Во временем Певец разлук Ведь кучевые Облака Весь день Курчавятся Над чащей И слышится Издалека Дневной кукушке Счет Горчащий Не лги Не лги Считай Дни Кукушка Мы живем Часами Певец разлук Повремени Мы скоро Разойдемся Сами Повремени Певец разлук Мы скоро Разойдемся Сами Не разлучай Уста с устами Не разнимай Не разнимай Сплетенных рук Не разнимай Сплетенных рук Не разлучай Уста с устами Мы скоро Разойдемся Сами Повремени Певец разлук АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Интересно Да Неудобно Да О, че О Время Опускать микрофон И время Поднимать Я сначала его размещу, потом его зафиксирую, правильно же это? Ну так вот, да. Если серьезно, то Оля Разина, бывшая здесь на сцене, организатор фестиваля и очень серьезный вклад в фестивальное дело внесен именно Олей. А я тем временем... А, вот я что хотел. А скажите, пожалуйста, поднимите руку, кто был на нашем концерте в поддержку фестиваля год назад. Ой, здорово. А два года назад? Ну вот, это самое. Специально для тех, кто был хотя бы в прошлом году, я хочу сказать, что самое время скрестить пальчики на руках и ногах за то, чтобы Татьяна Дрыгина успела до конца концерта. Мы надеемся и ждем, и пусть мироздание нас услышит. Но тем временем, в прошлом году, для тех, кто был и не был, я рассказываю и повторяю, нам в этот концерт удалось заполучить сразу и Машу, и Гошу. Но в этом году они набрали, так сказать, оборонительной мощи. И получился только Гоша у нас в концерте. Гоша у нас на фестивале, бывает, вот мастером работает. Очень интересно. И вот стихи про Гошу. У Гоши есть очки и шляпа, и Гоша – истинный поэт. А настроение для Гоши – сонет. Георгий Куревич. ты видел шляпу скажи пожалуйста это не я писал понятно очки здесь шляпу ну вот да значит я наверное буду единственным кто хорошо я немножко чувствую себя чужом на этом празднике жизни потому что я кажется единственным кто понял вот все эти календы не так как как полагалось но потому что если бы авторы решили попросить участников рассказать текущее настроение так сказали текущее настроение а как вот если кто помнит это такая фишка из социальных сетей вот когда ты пишешь особенно помните такой был живой журнал когда мы надеялись когда пишешь когда туда пишешь там такая плашка внизу к не переведенные на русский вот и туда полагается писать и в каком-то настроении находился когда вообще тебя пришло в голову написать что-то в живой журнал я так делаю это раза в три в год вот будучи находясь в каждом вот и мне показалось что вообще речь должна быть идти о том что вот ты будучи находился в чем-то таком и тебя проперло значит и с этого вот представьте ситуацию выходили в гости в прекрасную компанию там насчет от всех вас привело да вот вы встречаетесь трех с другом и вам хорошо просто потому что вы вместе все него что вы там делаете поете жрете вот хочешь хочешь а потом в какой-то момент приходишь и так щелк и понимаешь что какие-то люди сидят играть какие-то на столке бессмысленный в очередной раз и в общем-то тебя до суда ты делал нет и тебе на самом деле до них нету дела ты уходишь дверь зашли захлопнул за собой нифига вот вот начну я точно этот счет так бывает закроется дверь будто лопнут струна потому что случилась одна из последних потерь этот дом этот чуткий уют абажур голубой перестали считаться с тобой даже не узнают разве только погаснет во след и зажжется фонарь в настоящем промозглый февраль а прошедшего нет и такой вдруг подхватит азарт прям беги и лети все дороги теперь по пути кроме той что назад этот дом хорошо что он был ты теперь не должник в электричке к окошку приник и почти позабыл что за чушь у порога сказал чей касался руки что больше не будет таких кто бы знал организаторы мне выдали был бы 2 можно было бы что-то проштираться вспомнить да спасибо дорогая я тоже решил что это молнии и как это не странно это очень гриб озера эта книжка которая не смог заставить все прочесть даже первую вот поэтому смотрел поэтому нет тем более ты скажи комикс читал значит комикс читал на другие ну так вот значит мне подумалось что это ведь тоже такой вполне себе коринкнут когда ты вот находишься в одном состоянии вдруг так вот хрена и в другом его я тут как-то был из некоторых соображений не скажу где но случилось так что сначала значит предполагалось какие-то унылые совершенно мероприятие потом и внезапно попал на концерт очень хороший там мы сидели рядом с одной дамой мы очень разговаривали сильно начать обменивать впечатлениями какой хороший концерт какие приятные исполнители вообще не просто приятные шикарные я бы совершенно сдвинут меня вывернула там прям вот душу наружу это не думаю на душу вывернула а потом значит уже в раздевалке мы стоим вдруг она говорит знаете где-то я сегодня не одна прощайте и ушла и все бы ничего я бы понял но потом я случайно встретил видео в компании на улице только я сделал вид что я ее не вижу она сделала личный у меня не одна это значит она еще два человека один мужчина другой женщины я подумал вы нифига себе не одна причем они так вот идут да как я начал воображать себя что же там такое творится и вот у меня получилось такое немножко подростковое стихотворение дождь то шел то переставал забывать не давал сколько в городке не живи ни тепла ни любви лужи фонари облака все глядят свысока вот приедет порой скрипач растревожит хоть плачь хоть ругайся хоть не дыши ведь вокруг не души кто и встретиться на пути и вместе вам не идти не догнать уже не вернуть продолжаешь путь одиноко но не одна в облаках луна до рассвета под соловья будет тветь твоя запоздалая злая боль это что с тобой кто мечтал закусив губу повернуть судьбу если встретишь кого в ночи подойди не молчи да пойми же отступишь прочь и продлиться ночь чтобы были еще и дни поверни спасибо большое гоше следующим на эту сцену выйдет боря богданов тут следует сказать что помимо фестиваля который проходит весной у нас еще есть слет слет проходит в сентябре и вот боря богданов боря без труда а настроение у бори еда стереотипы фестиваля в общем анотипы вы очень моднотипы не просто ты простаешь а а это что? это что-то сломато? Продолжение следует... 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 Мария Лукьянова. Участник нашего фестиваля «Неоднократный». О, какой эхо появился у меня в голосе после Боря. В прошлом году она у нас участвовала в составе дуэта. Где дуэт? Нет дуэта. А вот в 2013 году Маша у нас завоевала приз зрительских симпатий. Стала обладателем приза зрительских симпатий. И вот она здесь сейчас, а я читаю про нее стихи, написанные не мной. А Маша рыжая, как солнце, и очень солнечно поет. А настроение у Маши, как мед. Мария Лукьянова. Стихи, конечно, меня очень порадовали. И меня. Единственная беда, что в последнее время настроение у меня не то что не как мед, а вообще непонятно какое. И я сейчас сидела, очень долго не могла выговорить, что же я буду петь. Но после последней песни я поняла, что надо петь Чербакова. Но, к сожалению, не веселый Чербакова. Бывает веселый Чербакова. Резвый конь и быстроноги, Ночь длинна кругла земля. Вот кончаются дороги, Начинаются поля. Ни кладбища, ни постройки Не найдет всталый взгляд. Слышен только то по тройке, тройке. Колокольчики звенят, колокольчики звенят. Впереди опять начало, А затем опять финал. Что б это означало? Очевидно, мир так мал. Позади, помилуй Боже, Смея-то все и сожжено. Ничего не будет больше, больше. И надеяться смешно, И надеяться смешно. Как легко и как чудесно. Мы все те же, да не те. Старым песням нету места В этой тесной пустоте. Только толпа трезвой тройки Раздается в стороне. И неслыханные строки Треют репетно во мне. А когда их голос ломкий Обрывается смирен, Остается лишь негромкий Нескончаемый рефрен. Степь да степь и так же горько, Как и двести лет назад. По степи несется тройка-тройка, Колокольчики загонят. Колокольчики загонят. За второй песней было еще хуже, потому что мне выдали мех. Мех бурый, поэтому как человек логический строится ассоциация. Бурый мех значит медведь. Все логично. Наши медведи. А если медведь, значит Россия. И стала я думать, что же я знаю, где есть хотя бы слово «Россия», хотя бы какое-нибудь упоминание. И вспомнилась песенка на стихи Максимилиана Волошина. Давно не пела, правда, ее? Снова дорога из силы магической Все это вновь охватило меня. Грохот носильщики, свет электрический Крики, прощанье, свистки, суетня. Снова вагон, едва освещенная, тусклые пятна теней. Лица склоненные спящих людей. Мирный, вечный, бесконечный, однотонный шум колес. Шепот сонный в мир бездомный мысль унес. Жизнь, работа, где-то, кто-то, вечно что-то, все стучит. Ти-то, то-то, вечно что-то, мысли сонные говорит. Так вот в ушах и долобит, и стучит. Та-та-ти-то, та-та-та-та-та-та-та-ти-то. Там мысли с рыданиями ветра сплетаются. Поезд гремит, перегнать их старается. Чутится еду в Россию, тысячи верст впереди. Ночь теперь, ночь неприютная, темная станция в поле. Огни ее глазки усталые, томные шепчут. Иди. Страх это? Горе? Раздумье? И что же это? Новое близице, старое, прожито, прожито, отжито, вынуто, выпито. Ти-та-та-та-та-та-та-та-ти-то. Чудится степь бесконечная, поезд по степи идет. Вихри, рыданий, стонов, слышится песенка вечная. Скользкие стены вагонов, дождик сечет. Песенкой этой все в жизни кончается, Ей же новое вновь начинается, и бесконечно стучит и звучит. Ти-та-та-ти-та-та-та-та-та-та-та-ти-та-та. Странникам вечным в пути бесконечном странствуя целые годы. Вечно ищуя, ты идешь в ненастье, В шуме ночной непогоды Веет далёкой Русью Мысли с рыданиями ветра сплетаются Поезд гремит, перегнать их старается И безнадёжно стучит Урочит аппетита Спасибо большое Маше Обладателю приза зрительских симфатий Следующим на эту сцену выходит Олег Городецкий Олег мастер нашего фестиваля Идёт в мастерскую К сожалению, мы его видим не очень часто Но надеемся, что в этом году он будет идти в мастерскую Замечательно И стишок про Олега такой Олег такое имя носит Что много пирожков о нём Но настроение у Олега споём Вы извините, тут тоже будет немножко Большая перестройка Потому что такое настроение Что одну из этих песен я могу спеть Только в определённой позе Вот в такой Но не первую, а вторую Да Потому что первую песню Я попробую спеть По тому предмету, который мне выдали Это треугольник Это треугольник Но не белый А золотой А вот вам, наверное, не видно А мне видно Там внутри этого треугольничка Мелькают звёздочки Но вам точно не видно, что они шестиконечные Не верьте никому Ничьим слезам Не верьте Ничьим словам Не верьте Ни славе Ни хуле Один и тот же лик У жизни и у смерти В любые времена И на любой земле Есть только высший суд И только личный опыт Отруженные стопы Морщины На челе Надежд Или молитв Срывающийся шёпот В любые времена И на любой земле От перемен и мест Меняются пейзажи Занятия И даже Запуски На столе Но близкие мои Любимы мной Всё так же В любые времена И на любой земле И в сутолоке Москвы И в войске Теляриева Судьба Неторопливо Качает на крыле А значит можно жить И можно быть счастливым В любые времена И на любой земле В любые времена И на любой земле Это песня Александра Ахмедведенко А собственно та песня Которая Current Mood Вы уж извините Такой уж муд Особенно тяжело Сейчас будет лёг Я предупредил Александр Горзовик Не знать бы мне С какой сорвусь струны Земную жизнь Пройдя до середины Не спутать рот С преданием стрелы И шепот музык С песнями Ирии Быть или не быть Кто зеркало унёс Мы сквозь него Так часто пробегаем Что сам с собой Решается вопрос И псы луну Выкатывают лая Зачем в песке Прокладываем брод Теряем вёсла Прячемся от ружи Когда везде достали И собьёт Из главной башни Главное оружие Где мы сейчас Уже не разглядишь Куда наш парус Призраки задули Ревела буря гром Шумел камыш Рыдала мышь И все деревья Грулись Теперь кругом Великая стена И снег идёт В холодном нашем храме И тишина Ты слышишь Тишина На много миль Звенит под куполами Не может быть Уже ли не во сне Свои мечты Урезали по пояс И утопили Истину в стене Чтобы потом начать Великий поиск Но нет нигде Нам не открылась дверь Хотя мы шли Сворачивая горы Чтоб от нас Не скрылась наша цель Мы даже на ночь Не снимали шоры Всегда к тебе Ленившая заря Кого твой луч Не ослепил за нами Ударим в щит И дания моя Пошлёт донайцев С братскими дарами Века века О ближнем О любви Кресты на грудь И камни на пророков Вот потому Здесь храмы на крови И ни на чём другом Стоять не могут Но где их Здесь ждёт его родня Пусть разгадает Сфинксову загадку Так это и мы Воспрямим ото сна Возьмём стакан И пустимся в присядку Чем скажи Карацию Связать Всю эту жизнь Которая случилась И я напрасно Мучаю тетрадь Залив в себя Дешёвые чернила Неправда нет Лишь музыка в дровах За то, что я одной Служил упорно С таких глубин Открыла мне слова Что наверху Они мне рвали горло Оставь, оставь Афелия Клоток Корит язык Вытаскивая слово Так далеко Унёс тебя поток Что мне его Не вычерпать Шелломом Всё канет в нём И гомон наших лир И всей Европы Призраки и вещи Я за тобой На скандинавский мир Одним безумием Больше или меньше Я вижу всех Кто выйдет эту роль Сыграть всерьёз Того ещё не зная Что их судьбу И злую нашу боль Одним безумием Я соединяю Вот пул Задик Я вышел на помост И мне в слезах Внимают твои семьи И свет сафитов Бьёт меня насквозь И от него вокруг Ещё темнее Это я хотел сказать Остановись Покуда сам Не ощутил Всей кожей Как дорога Как дорога нам жизнь Когда открыл Что истинно дороже Что каждый шаг Расписан Как строка Где небеса свои Расставят знаки Там высоко Натянута струна И предо мной Великий лист бумаги Глухая ночь Течёт за край листа Святые спят В пустыне Внемлют Богу Над головой Колеблется звезда И ягоди Ступаю На дорогу Я хочу сказать, что я, наверное, повторюсь Но, тем не менее Мы, в том числе и я лично Очень сильно надеемся Что звёзды Шестиконечные Сложатся именно так Что нашим участникам Представится возможность Побыть на мастерской В том числе и у Олега Городецкого Интересно, насколько Олег Повлиял на current mood Следующего участника Женя Ловшина Замечательный исполнитель Авторской песни А также Уже всё ещё молодой Но уже очень опытный педагог Тут написано так Несмотря на юный возраст Уже опытный педагог Гоша, не угодишь Я тут ни при чём вообще Я только слушаю Слушай, Гоша Ну, с того, как тебя вывернуло Ты бы лучше Это было давно Может повториться прямо сейчас Вот, правильно? Да Нет, можно и сегодня Только Потом Нет, ну вообще Хозяин барин Я не могу, так сказать Против личности Я вообще никогда стараюсь не идти Это Ладно Разветили обстановку Я старался как мог Да, значит, стишок Подождите Он тут серьёзный просто Любую песню может Женя спеть так Что за душу берёт А настроение у Жени Полёт Евгения Лапшина Сейчас полетим в космос Уже снега Летела утка Она парень Го, го Го, го Бо, бо Пришёл Уже Можно Можно Есть be В В Ну, сначала, наверное, будет current mood. Песня Юрия Саульского и Григория Пожиняна. Я учила. Кружится в жизни крахмальное кружево, Кружево в юг. Кружится сцена, и круг ее кружится, Клоунский круг. Кружится, как карусельные лошади, В ней жирнова. Кружится паперти плаха на площади, Паперти плаха на площади. И голова наша надежда И наше желание. Зимние сны. Ах, запасайтесь терпеньем заранее, Ждите весны. Только весною в снегу Обнаружится горстка травы. Только весной кто-то кружится, 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 кружится без головы. Люди, будь серьезнее, И пока не нагрянули черные дни. Покупайте воздушные, Красные, синие, Розовые, голубые шары. Ах, запасайтесь терпеньем заранее, Ждите весны. Только весною в снегу Обнаружится горстка травы. Только весной кто-то кружится, 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 Кружится без головы. Пришел мгновенно. Настали от лампочки круг, А за кругом в комнате мрак. В круге сразу видно, кто друг, Кто во мраке ясно, что мрак. Девочка рисует дома, Над домами вьются дымы. И еще не знает сама, Кто чужие здесь, а кто мы. Вот опять возводится дом, А над домом тянется дым. Все плохое будет потом, Все хорошее сохрани. А над дымом варится суп, Чтобы каждый в доме был сын. Тем, кому тот, кому захочется спать, Сам на полночь вставят часы. А за дом высится сад, Там деревьев несколько сот, Яблоки на ветках висят. Сад так и бросится в рот, Что для жизни надо все есть. Чего нету, значит пустяк, Решено мы жить будем здесь, Решено мы жить будем так. Нарисуем старых друзей, Не заметим новых врагов. В этом мире все любят всех, И до смерти здесь далеко. Здесь покой, извечный закон, Незнакомо здесь слово вдруг. Желтко, что качается он, Там же где-то лапочки круг. Большое спасибо Жене Лапшиной. Следующим на эту сцену выйдет Сережа Тимофеев. Сережа исполнитель. Помимо этого он известен тем, что он организует массу концертов. В частности, здесь на этой площадке большая часть из них проходит. Вот, и стишок про Сережу такой. А, забыл сказать, что у нас на фестивале Сережа ведет мастерскую. И Сережа с самого первого фестиваля ведет мастерскую. Вот, так теперь стишок. Сережа делает концерты, АП, романсы, даже блюз. Всегда Сережа в настроении А-плюс. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтоб долго не переставлять ее, спасибо. Ну, раз зашла речь о концертах, значит, об одном как минимум не грех сказать, потому что остальные будут после фестиваля, а этот будет до фестиваля. 2 апреля здесь Сергей Труханов, на кассе осталось 5 билетов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А, Юрий Висборг. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У дороги корчма, над дорогой метель, На поленьях зима, а в глазищах апрель, А в глазищах судьба, уготована мне То ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленно кот, важный, как кардинал, Мягкой лапой утрет на груди ордена, И мечтает у снов, как уходит зима, Как он гонит весну по зеленым холмам, А в горячей соле отстывают дожди, А у падок колен незнакомка сидит, Незнакомка сидит со вчерашнего дня, Грустно в море глядит, ожидает меня. Завалите меня антарктическим льдом, Но верните меня в этот сказочный дом, У дороги корчма, над дорогой метель, На поленьях зима, а в глазищах апрель. Владимир Лансберт. Ручейком заверченный ссор идет ко дну, Я пацан доверчивый, верю в весну, Голубой с розовым небо над стороной, Пережил морозы, а дальше мне с весной. Линия за линией скачут кто куда, И в свистульках глиняных бурь нет вода, Дыши разбегаются, и в глазу слеза, Что-то надвигается, я, конечно, за. Я надравил ветошью конопатый нос, Мне твердят, только это же авитаминоз. Сядь и успокойся, не сходи с ума, Чуть прогреешь кости, и опять зима. Взрослые привыкли, все им тренд трава, Сор, конечно, выплывет метры через два, Голубой с розовым небо над стороной, Цедим сок березовый внеочередной. Спасибо, Сережа. Встретимся с Сережей на фестивале. Когда в джазовом ансамбле кто-то лажает, Это называется тонкое джазовое звучание, Когда Сережа показывает всем оранжевый ромбик и поет «Ландсберг», Это называется синестезия. Так, а тем временем по традиции стихийно сложившиеся Завершают наш сегодняшний концерт в поддержку Фестиваля авторской песни «Одувайчик золотой». Замечательный совершенно человек, Очень душевный автор, Ведущий на нашем фестивале мастерскую, Татьяна Дрыгина. Мы искренне надеемся, что и в этом году Наши участники смогут с ней продолжить общение на фестивале. Может быть, и здесь звезды нам помогут, Как с Олегом Городецким, со всеми остальными. Вообще у нас, мне кажется, нашему фестивалю Да, что-то иногда помогает такое. Вот, помимо людей, Еще что-то вот такое проведение. И стихи про Татьяну Дрыгину написаны не мной. Так часто слышим песни Тани мы от участников своих, А настроение у Татьяны, как стих. Татьяна Дрыгина. Стихийно сложившаяся традиция, Она, конечно, имеет корни свои, Мои безалаберности, Потому что даже на фестиваль я однажды приехала, Ну, я честно старалась, Я звонила по дороге в течение двух часов, И звонила, и отчитывалась, куда я заехала, Как в район Москвы, и вошла я в ворота школы В тот момент, когда Алексей выходил из этих ворот, Утирая, знаешь, трудовой пот, Потому что фестиваль был, Фестивальный концерт уже закончен был, Вот, так что, то, что я прихожу Последнее на... Бывает и такое, конечно. Ну, простите меня. Зато сегодня я ни разу не спальшивлю На гитаре, не ошибусь. Вот, я прочту несколько стихов, Какие-то старые стишки, Вы простите, это такой весна, Не хватает железа в крови. Ты зовёшь меня, стаи барон, Жизнь уходит, минута, другая, Едут окна, качнулся перон, Едет крыша, прощай, дорогая, Запах жизни густой, как вино, Поднимаясь всё выше и выше, Психиатрам уже не дано Обуздать самоходную крышу. Стишки по старым тем, Я их знаю почти все наизусть, Поэтому мне удобно очень. Всё, что было дано мне для жизни, Для блага земного, И хрустальный, но не по размеру, Ботинок на ногу, И уж слишком ранимая кожа, И рыжие прятки, И удовлетворительный рощерк, От брошки до пятки. Всё, что временно, Что напрокат. Но грустит и смеётся, Чем смешно дорожить, Так оно ненадолго даётся. Всё, что может придумать Надменный, суетный разум, Это всё, если хочешь, любимый, Отдам тебе разум. Ничего для тебя мне не жалко, И труд никакой мне не в тягость. И всё-таки давай ты лучше Сам закроешь форточку. Какое счастье маленьким родиться! Тебя одна прокормит ягодица Или одна румяная щека, Покуда спит громадная рука, Готовая в кувалду превратиться. А я не сплю, И на столе фонарик, Садись и лопай, Прыщик ерунда. Какой ты храбрый, Маленький комарик, Когда ты думаешь, Что я еда. Я режу ткань, Прекрасную, как лето, Румяную, как детская мечта. Из-за фактуры, Качества и цвета Сейчас падёт такая красота. Она сейчас падёт, Как пала трое, И ножницы уже занесены. Хотя и знаю я, Что для раскроя терпение И выкрики нужны. Меняется и мода, И погода. Но только что из шкафа Не достань, Она оттуда лыбится три года. Она меня достала, Эта ткань. Лицом к лицу У зеркала стою. Давай дружить И создавать семью. Колобок Ах, румяны мои бока, Правда, вижу не дальше носа. Жизнь беспечна у колобка, С колобков никакого спроса. Я по жизни бегу спеша, Век недор, недолгий, Горит, как спичка. Зачерствеет моя душа, Где ж ты бродишь, Моя лисичка? Где шуткости Переродились в колкости, Овечкости Перерастают в волкости. И чтоб не рвать На голове косичкости, Невольно обучаешься Лисичкости. Чтоб это узнать, О, как долго мы были в разлуке, Чтоб снова рождалась Из пены, Чтоб лилия прясть, Чтоб руки твои Долгожданные, Теплые руки. Но для этого надо убить, Возжелать И украсть. Я посадила Розочки в саду, Я их кормлю, Пою И одеваю, И радуюсь по сильному труду, И гусениц зеленых убиваю. А если бы я гусениц любила, Я б ни одной тогда не погубила. Я поливала гусениц водой, А розочки считала бы едой, Становишься похожа на дебила, Как только ты кого-то полюбила. АПЛОДИСМЕНТЫ Я еще прочту стишок, Совершенно такой нафталиновый, Лет, наверное, 156 приблизительно, Который вот, Я недавно перечитала, Старые стихи я как-то стесняюсь Читать, даже Дома, даже не вслух, А тут я почему-то подумала, Что это вот будет уместно. Земля Зелена и упруга, И вечно свершая обряд, На ситцевой скатерти луга Медовые капли горят. Чему одуванчики рады? Зачем им с утра до темна, Заботливо пестовать надо Смешные свои семена? Они ведь и помнят, и знают, Лишь ветер на шарике дунь, На смену беспечному маю Придет умудренный июнь, Придет и пределы отмерит, Причурив бестрепетный глаз, И всех, кто в бессмертие верит, Обманет в немысливый раз. И все-таки с каждым разливом Мгновенные хрупкие я Сливаются в неповторимый Ликующий хор бытия. Спасибо большое, Таня. Она завершила наш концерт. Ты можешь пока что-нибудь сказать? Когда у нас фестиваль? Когда у нас фестиваль? Кто-то не знает, что. У нас фестиваль, Но вообще интереснее, конечно, Где у нас фестиваль? Об этом мы поговорили вначале. Никто и не понял. Вот, к сожалению, не в лесу. Что, уже не надо? Ты уже все справилась? Или все-таки рассказать? Ну, расскажи, а потом я расскажу, что-нибудь. У нас фестиваль 8 и 9 апреля. Приходите. Ждем ваших заявок. До 28 марта ждем заявок. У нас уже вот их довольно много. Мы уже даже назначили первую дату Предварительного прослушивания И знакомства с новыми участниками фестиваля. Все, давай, продолжай, Это мне сейчас понесет. Вот, я хочу сказать, что вот у нас Леша, Он отличается... Отличается любовью к социальной сети Инстаграм. Вот, в связи с этим мне прислали очень такой в тему стишок. Прекрасный Леша в Инстаграме все постит Фотки на еду. А настроение у Леши муму. Видимо, про еду все-таки. И, видимо, не муму. Но это не важно. Я могу придумать рихман. Здесь, это, дети. Гоша, мы, в принципе, уже имели возможность Оценить твой политический талант. Не порть. Из-за стола надо уходить чуть-чуть голодным. Вот, в общем, я хочу сказать, что мы завели Инстаграм. Адуванчик... Нет, не Адуванчик. Адуванфест, кажется, да? Кошмар. Я не помню. Какой мы, Маша, завели Инстаграм? В общем, кое-то на него уже подписан. Я подписан. Да, Леша подписан. И вы можете на нас подписаться, во-первых. А во-вторых, вы можете тоже выкладывать свои фотографии, как вы готовитесь. Кадуванчику. И одно из первых фоток в нашем Инстаграме будет фотка, которую сейчас делает Леша. Это будете вы, не я. Я бы не был такой верен. Просто контрсвет очень сильный. Да, там контрсвет. Вас видно очень плохо. Вот, хорошо. Срочно займите первый ряд, пожалуйста. Ты продолжай. А, да, вот. И, значит, когда вы постите фотографии в Инстаграме, то там есть хэштеги, если кто не знает. Вот. И вы можете запостить свои фотки, как вы готовитесь к одуванчику с хэштегом «Одуванчик близко». С хэштегом «Одуванчик близко». Да. Вот. Если вы запостите эти фотографии с хэштегом «Одуванчик близко», то мы их увидим, порадуемся и, может быть, даже что-нибудь вам подарим. Может быть, даже не только мы увидим. Да, может быть, не мы, да. Тоже вариант. Ну вот и подошел к концу наш концерт. Опять. Опять. Да. Вдруг в следующем году нам не придется устраивать концерт с поборами в поддержку фестиваля, и найдется кто-нибудь, да, как-нибудь, какие-нибудь звезды, сколько-нибудь конечных служб. С того же «Одуванчик шляпок». Да. Вот. И, может быть, мы встретимся с вами на подобном концерте через год, и он будет, например, бесплатный. Ну, кто знает. Кто знает. Ну, во всяком случае, всем спасибо. 10 апреля. 10, да. 10 апреля концерт действительно будет бесплатный. И вход на него будет свободный. Это будет итоговый концерт фестиваля. Он пройдет здесь. Поэтому зовите друзей, приходите сами. Все для вас, и никаких шляп не будет. А сейчас она есть. Вот. Ждем вас на фестивале и на концерте. Спасибо, что вы пришли. Спасибо. Спасибо, что вы пришли. Спасибо.